Силам АТО удалось разблокировать дорогу к 32-му блокпосту. Без жертв не обошлось. Наш корреспондент Андрей Лащ расскажет об этом детальнее. Андрей, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, подробнее, какие новости ты собрал. Алексей, трагически разворачиваются события под Смелым на 32-м блокпосту. Это в Луганской области. За последние сутки там погибло два солдата, один ранен. Накануне силовикам удалось разрывать кольцо и оттеснить террористам. Теперь на некоторое время военные обеспечены боеприпасами, продуктами и водой. Внаслідок подрыва на фугасе было выведено в зладу боевую машину розминувания. Также наши силы втратили один бронетранспортер, который ввел бой с боку блокпосту для поддержки прорыва деблокующих подразделей. Два члена экипажа БТРа загинули. Напряженная ситуация сохраняется и в районе Дебальцево. Здесь террористы ежедневно практически без перерывов нарушают режим тишины. Позиции армии обстреливают со всех видов оружия. Кстати, на трассе Артемов с Дебальцево появился блокпост пограничников. Узнать, как у них дела не получилось. От камеры они отворачиваются. А вот, что говорят бойцы на передовой. Самые чаще ведут обстрел со стрелкового оружия, бывает, танки иногда подъезжают. Т-80 бывало даже, вот, замечали. С крупнокалиберных минометов стреляют 120-миллиметровых. Уже ближе к ночи, уже к 2-м, часу, 2-м, 3-м ночи. Иногда, иногда четко кроют градами. Это система БМ-21 установки град. Тем временем ряды боевиков редеют. Поэтому террористы фактически принудительно заставляют молодых парней и мужчин записываться в ряды так называемого ополчения. Компанию проводят на блокпостах. А если заподозрят кого-то в дезертирстве, отбирают все имущество и в подвал. Вот, собственно, Леша, пока что это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, коллега. Это был Андрей Лащ.